Это, короче, муравьи, которые телепортируются. То есть, как бы, телепортация, которую все планируют придумать, она в природе уже есть. Жалко, что я телепортироваться не могу, и я не могу сейчас вот так вот и сию секунду тебе на беги. Угу, сейчас. Саламулика Маджоба молодые. Не успели мы оправиться от ужасных высказываний Джак Халиба, как все принялись обсасывать новый реп-конфликт. Моргенштерн сначала люто подсапался со своим бывшим другом Фреймтеймером, а потом сцепился и с Мишкой Литвиным. Топ-1 блогер против топ-1 рэпера. Звучит уже интересно, но сегодня вы узнаете, какая жидкая каша из этого вышла по итогу. Так что сегодня вы узнаете, в чем была суть конфликта. Я вкратце попытаюсь рассказать вам всю предысторию и хронологию. Ну, а в конце мы разберемся, кто прав, кто виноват. А с вами тем временем Синька Батти. И, пожалуйста, ребята, нажмите в колокольчик на все уведомления, если вы регулярно смотрите мой канал. Больше медлить не буду. Погнали. Саламулика Маджоба. Рифмы и панчи вернулись ко мне и ответили на историю с Хесусом. Вообще, многие говорят, что именно в 2024 году Морген уж больно распетушился. Сначала он жестко засрал рифмы и панчи, собирался сдианонить их админа, а сам паблик обвинил в разжигании межнациональной розни. Чем все решилось в итоге, неясно. Рифм начал везде извиняться и подчеркивать то, что у преступников нет национальности, а Морген начал и дальше давить на них, заявляя, что все их извинения – это блеф, и создал свой паблик «Рифмы и Морген». Хотя непонятно, зачем он вообще нужен, если есть не Моргенштерн, который буквально был рифмами и панчами 2.0. Далее досталась и Дилари. На интервью в писке Бустил и Дирала все-таки признали, что встречаются, и в контексте самой вьюхи, естественно, были слова и про Моргенштерна. Она там сказала, что жалеет о том, что сделала ему предложение. А Морген из-за этого начал дико бомбить и тоже угрожать ей каким-то компроматом. В итоге все решилось тихо и мирно. И мне вот в этой ситуации действительно интересно, какой компромат Моргенштерн готовил на Дилару. Если это был какой-то слив, то всем и так понятно, что они ебались и всем на это похуй. Если он хотел прицепиться за какие-то ее высказывания против РФ, когда они вместе бежали в Дубай, то это, скорее всего, было произнесено в личном разговоре, а не публично. Так что в этом тоже нет ничего страшного. То же самое касается и его конфликта с Рипом. Все и так знают, что их админ Миша Паншин и что он покинул РФ и всем на это, в принципе, по боку. Далее у него был конфликт с его бывшим продюсером Клюшиным и с Арутом еще в 23-м году. Но мы это долго обсуждать не будем, а плавно перейдем к конфликту с Фреймтеймером. И если кто не знал, то Фреймтеймер это и есть тот самый чел, к которому Литвин постоянно обращался, как и Санечка снимаешь, то есть его личный оператор. И если кто не знал 2x, то Моргенштерн работал с ним намного раньше, чем Миша Литвин. И многие говорят, что то, кем стал сейчас Фреймтеймер, в этом есть огромная заслуга Моргенштерна, который как бы внес свой вклад в становление Фреймтеймера. Но, кстати, если вы наберете 10 тысяч лайков под этим видео, то я сделаю видео о всех конфликтах Моргенштерна в 2024 году. Персона он очень интересная, Шороху он навел знатно в этом году, так что если вы хотите увидеть такое видео, то 10 тысяч лайков и я делаю. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео, если вы ждете его. А мы погнали дальше. Как раз с Фреймтеймером, блин. Это он снимал, да? Да, это. Супер. Супер. Изначально всю эту катавасию на самом деле запустил сам Фреймтеймер, когда высказался насчет Моргенштерна на одном из своих стримов. Ему задали вопрос, общаешься ты с Алишером сейчас или нет? И тот ответил в очень грубой форме, что нет, он с ним не общается и добавил еще несколько матерков в этот адрес. И когда я всю эту историю узнал, я, конечно, ну, к этому относился так себе. Но хочу подчеркнуть, то, как это сделал Алишер филигранно, ну, я не знаю, но у этого человека просто талант. Я ебал в рот Алишера Моргенштерна с его рекламой 1Х. Что касается Моргенштерна, то реакция не заставила себя долго ждать. Моргенштерн сильно прицепился вот за эту формулировку, доебался до Фреймтеймера, и тот публично извинился, подчеркнув то, что вот эта вот формулировка «ебал его в рот» была слишком грубой по отношению к Алишеру. В этот момент, как я понял, они созвонились, Фреймтеймер полностью аргументировал свою позицию, высказал, как ситуация выглядит с его стороны, обосновал все, и на этом они распрощались. Но чуть позже Фреймтеймер задел его в очередной раз, и на стриме рассказал, что больше общения с Моргенштерном не будет, но в конце добавил ту самую роковую фразу, что Моргенштерну, скорее всего, сейчас нужна помощь. Но есть сейчас в состоянии Лишера определенные проблемы. Есть. И вот такого предательства Моргенштерн стерпеть не смог. Начал обзывать Фреймтеймера шлюхой, сучкой, что не ожидал от своего друга такого поступка, и прицепился к тому, что Фреймтеймер, как бы, сказал всем, что больше общаться с Моргенштерном не будет, но, тем не менее, постоянно упоминал его на стримах, и по логике Моргенштерна, как бы, пиарился за его счет. Как-то они не увенчались, короче, успехом, но я не буду этого носить, опять же, там, да, как-то рассказывать, что, кто и как. Просто перестали, как бы, перестали общаться, короче, мы вот и все. В этот момент в конфликт вступили все хозяева, плохой парень начал форсить хэштег всем похуй на Моргенштерна, и утверждал, что вот этой вот самой медийкой они спокойно задавили Алишера, и то бишь он ноунейм, а они, как бы, популярные. Но вот в этой ситуации я, если честно, вообще не понял прикола, то есть плохой парень утверждает, что если ты более популярен в конфликте, и за тобой больше народу, то ты являешься более правым в этом конфликте, и чья медийка перевешивает, тот и победил. Но стоит вам напомнить, что в свое время Стас Айкак просто был не особо известен по сравнению с Моргенштерном, но в сухую разъебал его в своем разоблачении. Также и слава КПСС был менее медийным, чем Оксимирон, и так далее. То есть утверждать, что кто-то более прав, если большее количество людей на его стороне, это очень глупо, и так, мне кажется, делают только школьники. Вот помните, в детстве, если человек, допустим, неправ, он постоянно ищет подтверждение того, что он прав у других людей, и потом говорит, типа, вот даже он подтвердит, он подтвердит, что я прав, хотя свою позицию он никак аргументировать не может. Ну и в целом, зумерки всегда думают, что цифры решают в первую очередь. Ну и здесь хочется отметить то, что Моргенштерну даже получилось переманить некоторых людей на свою сторону, или немножко изменить их взгляды, и в частности кореш изначально тоже фортил вот этот хэштег «Всем похуй на Моргенштерна 2024», в котором они так яростно пытались задавить его. Но когда они созвонились с Моргенштерном, Моргенштерн высказал ему свою позицию, и они на довольно дружеской ноте пообщались и распрощались в итоге. Так что, как-то так. И да, что касается Моргенштерна, то мне всегда интересно было следить за этим челиком, и я лучше буду смотреть от него вот такие клипы, чем вот такие. И я на самом деле негодую, когда Моргенштерн очень редко выпускает клипы, ведь это отличная возможность как покрепляться в кадре, так и рассказать историю по-новому. Я уже рассказывал вам про Налима, ясь вот уже покреплялся в кадре на весь интернет, а Налим долго томил нас ожиданием, и вот клип веб уже в сети. Сам трек и так звучит неплохо, а тут Налимчик запарился и с видеорядом. Криповые визуалы, наполненные психоделикой, мрачные переходы и, конечно же, шикарная работа с цветокоррекцией. Каждый кадр в этом клипе выглядит сочно. Все это должно натолкнуть вас на мысль перейти по ссылке в описании, но давайте я вставлю еще один фрагмент, и вы захотите еще больше. И все бы закончилось на таких же дружеских вайбах. Фреймтеймер запустил трансляцию, где под грустную музыку рассказал, почему он не хочет общаться с Моргенштерном, но потом начался созвон с Литвиным. Еще раз по новой, кто с Литвиным сказал? Не-не-не, подожди, подожди секунду. Скорее всего, тебе в любом случае придется при встрече по ебалу дать. И многие сейчас просят, а каким боком тут Литвин вообще затесался, ведь изначально мы обсуждали конфликт Моргенштерна и Фреймтеймера. А дело здесь в том, что по логике Моргенштерна, Санечка изначально доебался только до Моргенштерна, при этом всем сам Фреймтеймер очень долго сотрудничал с Литвиным, и тот занимался вещами намного хуже, чем реклама ставок, например, раскрутка счетов. Ебал ли ты рот Литвина? Если да, скажи об этом вслух. Ебал ли ты рот хозяев? Если да, скажи об этом вслух. И вдобавок ко всему, весь квад хозяев постоянно стримит казино, и почему-то Фреймтеймер не прекращает с ними общаться, и уж тем более не говорит, что ебал их в рот. Короче, что из себя представляет Миша Литвин, вы уже давно знаете, и самая угарная часть была именно в тот момент, когда Моргенштерн с ним созвонился. Сначала Литвин начал отмазываться, менять формулировки, доебываться до слов и постоянно съезжать с темы. Вот ты же если здравый парнишка, в моем понимании наебал его это... Ну ты же понимаешь, да, ты каждый год меняешься, да? Не считаю, что я наебал людей, но это грязная сфера их. Я действительно с чистой головой не знал, что, блядь, это сколько-то, 18 лет мне было. За мной были ошибки, и у меня сейчас есть четкое осознание того, что я не могу этих улыбающихся людей мне в глаза моих подписчиков ввести в эту грязную сферу. Затем начал угрожать Моргенштерну и говорить, что он скоро набьет ему ебальник. Мы же не девочки в стальзике, как бы. Ты если такие громкие заявления делаешь, ты будь готов к ответу. Я в разговоре не могу априори перейти сейчас на силу, потому что мы не смогли... Ты начал... Жалко, что я телепортироваться не могу, и я не могу сейчас вот так вот и сию секунду тебе набить ебало. Не будем... А мы не будем с тобой бой делать, мы с тобой сделаем настоящий бой. Так. Мы с тобой сделаем бой на улице. И что, Моргенштерн, думаешь, я с тобой долго разговаривать буду? Да я на секцию тебя ебать позову в ринге, ебать с пыра тебе в ебало набью, нахуй, все нахуй. Короче, что-что, а именно со словами Моргенштерна о том, что они находятся действительно на разном уровне развития, это действительно правда, у Литвина тем больше становилось угроз со стороны Мишки. Миша, не переживай, мы действительно верим, что ты можешь набить ебальник Моргенштерну. Никто в тебе не сомневается. И в какой-то момент я действительно понял, что Литвин реально тупой, потому что когда у него кончались аргументы, начинались его угрозы, а когда угрозы не действовали, он перескакивал с темы на тему. И когда он затронул ужасную тему Крокус Сити Холла и благотворительности Моргенштерна, тот уже не выдержал. Леш, ты блядела, что тебе паблики похвалили. Куда я это выложил? Куда я выложил видео, где меня благодарят? Куда, покажи мне, сука, куда? Куда я выложил? Это для отчетности. Ты меня вот, если за это будешь ебать, это уже не смешно нахуй, Миша. Да что ты, что ты, ты сейчас хочешь... Это уже не смешно, блядь. При чем тут отчет? Еблан какой, сука. Расскажу вкратце, Литвин или кто-то из его окружения хотел помочь какой-то семье, пострадавшей в Крокус Сити Холле, но те неохотно отвечали ему, и в итоге оказалось, что какой-то блогер хотел уже до этого им помочь, но просил видеоподтверждения, чтобы они поблагодарили его на камеру. Мы когда второй семье переводили деньги, как-то нам так это, чуть холодно, как-то чуть ответили, чуть даже где-то с агрессией начали отвечать, и мы, ну, чуть сначала не поняли, мы вроде типа помочь хотим, и нам потом объяснили, просто говорит, нам сейчас звонил менеджер одного блогера, я, кстати, знаю, что за блогер, просто не буду здесь сеять какие-то интриги, рассказывать, кто это, но просто, чтобы вы знали, что за типы у нас в сфере бывают. Так вот, менеджер этого блогера звонил и говорил, запишите нам видео с детьми, как они благодарят вот этого блогера за то, что он перевел им деньги. И я сижу и думаю, вот просто вы че, вообще ебнутый нахуй, как такое возможно? И оказалось, что этим блогером был Моргенштерн, но делал он все это для отчетности, чтобы его волонтеры не украли деньги и не присвоили их себе, и чтобы действительно удостовериться в том, что люди пострадали в этом крокус сити-холле. Литвин же нихуя не понимал до последнего. Чтобы было видео-доказательство, что они передали деньги врачу или передали деньги кому-то еще, понимаешь? Да, потому что так мы отличаем фейк от не фейка. Мне нужно видео с лицом и документом человека. А как, да что ты говоришь, а как это получается так, что человек... Ну хорошо, я бы, блядь, записал видео о помощи. Ну мы бы пробили, что ты Миша Литвин, который не пострадал в крокусе и тебе не нужны деньги. А при чем тут Миша Литвин? Ты понимаешь, что ты меня слышишь вообще? Ты долбоеб, извини, пожалуйста. Нам нужно проверить, не фейковые люди пишут нам за помощью. Мне нужно видеть их лицо и документы. Если вдруг они нас наебали, я потом их за шкирку достану. Понимаешь, зачем мне нужно это видео? Слышишь меня? Ну здесь я не тупой, здесь ты не можешь аргумент привести. Здесь ты просто оправдываешь то свои действия, что ты хотел сделать популистскую хуйню, чтобы тебя все похвалили в очередную... Хорошо, ты видел где-то выложенное видео, где меня кто-то просит о помощи, чтобы я выложил? Ты видел где-то его? Ну, видимо, тебе не записали. Если мы говорим в медиа, ты абсолютно не актуальный... На первое место в чарте посмотри. На первое место посмотри в чарте. И когда Моргенштерн начал объяснять Литвину, что любой злоумышленник может притвориться пострадавшим к Рокусе, Литвин просто не понимал этого и до последнего доебывался до того, что есть списки пострадавших, что еще какие-то данные есть. И зачем, типа, Моргенштерн спрашивал вот это вот видеоподтверждение? Он просто нихуя не понял. Я не знаю, это дружба с Маканом влияет так на Литвина или он действительно такой недалекий. Пусть, короче, сходит к Макану на лекции про муравьев, которые телепортируются, превратится в муравья и телепортируется к Моргенштерну, чтобы быстрее уже набить ему ебальник. Это, короче, муравьи, которые телепортируются. То есть, как бы, телепортация, которую все планируют придумать, она в природе уже есть. Чтобы четенько было ебать, чтобы за слова отвечал нахуй Моргенштерн. Вот у него реально талант любую ситуацию выворачивать в свою пользу, какая... По итогу все пришли непонятно ни к чему. Кореш и Моргенштерн помирились. Моргенштерн до сих пор ведет эти трансляции. Если вам интересно, можете заходить и смотреть все их полные версии. Фреймтеймер устроил какой-то пафосный стрим, где под песню «Мотылёк» рассказывал, что больше Моргенштерна не будет в его жизни, больше он с этим человеком ничего общего иметь не будет. И досконально прям разобрал весь их конфликт и рассказал всю его хронологию. Ну что ты, братишка, прийти? Обида залита в груди. И вы представляете, в мире ведь реально есть люди, которые настолько сильно переживают за их отношения, что действительно заплакали вот в этот вот момент на стриме. Напоследок хочется просто дать вам песню послушать. И спокойной вам ночи, реально, ребята. Спокойной вам ночи. Причем вся атмосфера на этом стриме и так была пропитана унынием и скукой. И я бы на его месте включил что-нибудь заводное и веселое. Представьте, как бы это было. Напоследок хочется просто дать вам песню послушать. И спокойной вам ночи, реально, ребята. Хотя обычно я такие песни слушаю с утра, но иногда состояние организма попросту не располагает к этому и на помощь приходит мой любимый напиток. Признаюсь честно, я большой любитель кофе и долгое время пил обычный растворимый кофе. Чуть позже я начал часто посещать кофейни и постепенно разобрался в своих вкусах. Но однажды в своей кофейне я увидел интересные мешочки, которые назывались дрипами и их делала компания Тести Кофе. Я решил заказать их кофе напрямую и это оказалось нечто. В тот момент я задумался, а в чем разница? И оказывается, секрет заключался в свежести зерен. Обычно как в магазинах, так и в кофейнях зерна могут в течение года лежать на прилавке и только потом их употребляют. Но прикол в том, что весь пик вкуса кофе приходится как раз таки с пятого по тридцатый день после обжарки. Тести Кофе обжаривает зерна мелкими партиями, практически индивидуально для каждого покупателя. К тому же, если вы сделаете заказ до 13.00 по МСК, то зерна обжарят специально для вас в этот же день и передадут заказ транспортной компании. Доставка от 600 рублей бесплатная, а за каждые 6 пачек Тести Кофе дарит подарки. Это может быть другой кофе, чай или какой-нибудь аксессуар. В самом магазине есть кофе абсолютно в любом виде. Зерна, молоты, дрипы, капсулы и так далее. Контроль качества осуществляет целая команда, а по специальному промокоду вы можете отследить весь путь обжарки. Ну а по промокоду SYNC вы получите скидку в 15%, так что переходите по ссылке в описании либо сканируйте QR-код на экране. Просто попробуй, и ты почувствуешь разницу. И больше всего меня в этой ситуации поражает всеобщее двуличие. Литвин до сих пор отмазывается, несмотря на то, сколько компроматов на него собрали обзорщики или даже тот же Рындыч. Можете сами посмотреть и понять, что никакой аргумент Литвина не спасет всю его репутацию, и все знают, кто такой Миша Литвин и что он делал со своими подписчиками. Маргенштерн тоже с самого начала занимался хуйней, и вот эта вот его позиция, типа, я не буду рекламировать ставки, если только за них мне заплатят, или там, вы играете в казино, но на этом зарабатываю только я, так что, ребята, не занимайтесь хуйней, я просто это рекламирую. Тоже не канает, потому что ты все равно популяризируешь этот контент, и тебе в таком случае все равно не отмыться. Еще, блять, кого не послушай, все нахуй нищие, никто не разобирался, никто не знал, на что он идет, что рекламирует, и, блять, что Егора Крида послушаешь, что Литвина, что Макана, что еще каких-то рэперов, все, блять, нищие. Один Тимати, нахуй, был богатый. Два ноль двенадцать, мне семнадцать, я в Москве, как призрак. Я помню время в переходе Брынь. Там, где не мог заработать, я попросту отбирал. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в цуме, взял себе ролик с игучей. Пять лет назад я тоже был нищий. Пять лет назад мне тоже кружили бабки голову, но я никогда не переходил на то, чтобы у меня были намерения наебать аудиторию. Цифры ударили в голову, я получил власть, которая и не снилась моему отцу, понимаешь? Да, ребята, даже Моргенштерн, если что, был далеко не из бедной семьи. Ну а Фрейм Теймер, скорее всего, уже давно не был заинтересован в общении с Моргенштерном и просто пизданул хуйню, не думая, потому что с теми же хозяевами он по-прежнему общается и почему-то не стремится ебать их в рот. И насчет Литвина он также не высказывался в плохом ключе. Так что, скорее всего, дело не в конкретных поступках Моргенштерна и в том, что он рекламирует ставки, а просто в общем поведении вот в этом вот токсичном, грязном и претенциозном поведении Моргенштерна. А, да, еще в комментариях бытует мнение, что Литвин круче, потому что он объебывал людей на старте своей карьеры, а Моргенштерн в период своего становления, когда уже может зарабатывать легальные деньги. Но прикол здесь в том, что оба действуют исходя из своего холодного расчета. У Моргенштерна попросту не осталось легальных рекламодателей, которые будут с ним сотрудничать, именно поэтому он пошел на рекламу ставок. А Литвин, ну ему попросту невыгодно рекламировать какой-то левак, потому что тогда от него отвернутся нормальные рекламодатели. И на месте Литвина было бы очень глупо, нерационально и промечиво рекламировать сейчас ставки, потому что у него есть огромная база легальных рекламодателей, и ему попросту нет смысла сотрудничать с теми, кого он рекламировал раньше. Подытожив, можно сказать, что все они делают это из холодного расчета. И в этом году мне реально страшно за Моргенштерна, потому что он как будто бы словил синдром главного героя, постоянно угрожает всем каким-то компроматом и инфой, изобличает всех, упрекает всех в лицемерии, доебывается. И это выглядит так, как будто он действительно поверил в свою исключительность. Все родное сердце, достать на него все. Абсолютно нахуй все. Вдобавок ко всему, вот этот образ Джокера тоже ему не идет, потому что он не вскрывает карты, он просто палит контору и доебывается до своих корешей и портит им малину. При этом сам занимается абсолютно тем же, и такие предъявы канают, только если ты сам чист, а если ты по колено в говне, то грех упоминать тех, кто в говне по пояс. И вот эта вот логика, типа все в этом мире хуевые. И если ты думаешь, что он не хуевый, то он еще хуевее меня, а я тоже хуевый. Она не работает. И на деле Моргенштерн занимается обыкновенным популизмом. Сначала упрекает Руто в том, что он рекламирует 1Х, хотя на самом деле просто обиделся, что он ушел к Кезару. Потом доебывается до фреймтеймера, хотя ему просто обидно, что тому неинтересно с ним общаться. Потом доебывается Данилар, и якобы она хайпит на нем, хотя она просто упоминает Кадиллак в своем треке. При этом все вы сами вспомните, какое интервью огромное он выпустил после развода. И куча, куча всего. И такое ощущение, что Моргенштейн просто играет такого неприкасаемого, которого запрещено везде упоминать. И вот такой вот он крутой. Меня звали на вечеринку, я даже не поехал, чтобы вы знали. На самом деле я очень рад, что Моргенштейн предъявил Литвину за всю вот эту хуйню, что он делал, потому что вот так вот в публичном поле на глазах сотен тысяч подписчиков, причем по телефонному разговору лично никто Литвину до этого это не предъявлял. И мне это действительно доставило какое-то эстетическое удовольствие. То, как Литвин неумело отмазывался, то, как он постоянно срывался на какие-то предъявы, перескакивал с тем он этим, и это был прям сок для меня. Топ-1 блогер против топ-1 рэпера. Это было прям шикарно. Но насчет технической части это было реально какое-то колхозанство. Если не смогли нормально застримить какой-то разговор телефонный. И мне кажется, Моргенштерн, даже если скриншоты делает, он просто фоткает экран на телефон, и это какой-то пиздец. Я не знаю, они выглядели в натуре вот как два мужика, которые созвонились по скайпу и чокаются в экран. И я бы очень хотел при этом всем быть на стороне Моргенштерна, но я попросту не верю ему. Ведь и сегодня он может сказать, что не готов рекламировать казино, завтра пойдет к Мелстрою, сегодня он говорит, что не хочет рекламировать ставки, а завтра скажет, что за огромную сумму готов это сделать, а потом выпустит целый клип, посвященный этому. И он очень красиво играет в Робин Гуда. Этот образ, он действительно выглядит искренне, но кто в это верит, я не знаю. Да и мне кажется, что если бы Литвин предложил Моргенштерну за огромную сумму сняться в его влоге, он бы тут же согласился. Причем они снимались вместе однажды. Причем практически всегда Моргенштерн манипулировал именно какими-то фактами из личной жизни, той информацией, которую ему доверили. Будь то конфликт с Диларой или с тем же Фреймтеймером, когда он начал доебываться до того, что у Фреймтеймера проблемы с девушкой. Я пришел к своему другу, рассказал о том, что мы с ней ругались, там какие-то у нас ситуации были. Эту ситуацию этот человек берет за вопрос и выносит на публику. В остальном, просто не ищите кумиров. Если какой-то человек постоянно утверждает, что что-то делать зашкварно, задумайтесь, что он под этими словами подразумевает. Он действительно говорит правильные вещи или хочет просто отбелиться в ваших глазах. И несмотря на то, что весь стрим Фреймтеймера мне было смотреть тяжеловато и в конце он оказался вообще какой-то пафосной хуйней, мне ближе всего именно позиция Санечки. Моргенштерн действительно поверил в свою исключительность, начал строить какого-то Робин Гуда и словил действительно синдром главного героя, постоянно заебывая тех, кто его упоминает. Хотя раньше у него был действительно прикольный образ, типа мне вообще похуй, что вы на меня пиздите, делайте, что хотите, я все равно топ-1. Сейчас же он начал докапываться до каждого бомжа, который верит в то, что Моргенштерн уже не тот. И мне кажется, что синдром вот этого главного героя Моргенштерн словил не просто так, ведь на Санечку он сорвался именно в тот момент, когда Санечка сказал, что ему нужно лечение. Задумайтесь, он сорвался именно в тот момент, когда Санечка сказал, что ему нужно помощь и лечение. Ну а с вами был Синькобатий, весь звук в этом видео был записан на микрофон Holy Land Lark M2, ссылка в описании, очень удобный функционал, очень хорошее качество звука. Ну и переходите на мой канал, в частности, недавно у меня вышел видос про то, почему сейчас жестко ненавидят и отменяют Джак Халиба. Подробнее вы узнаете в видео. И подписывайтесь на канал, если ждете видео про все конфликты Моргенштерна. А я напоминаю вам, что оно выйдет, если вы наберете 10 тысяч лайков. С вами был Синькобатий, до встречи, молодые! Синькобатий